Привет, дорогие друзья! Многие из вас знают, что Concorde такой элитный производитель из Германии. Делает немного автодомов, но очень красиво, качественно, ну и конечно дорого. Довольно редко можно встретить на дорогах Concorde Van и я решил вам продемонстрировать, как это выглядит внутри и снаружи. Странные эти вены с этими высокими крышами как-то смотрятся необычно и высота у них практически как у альковных автодомов и это немножко тревожит. Мне кажется, они очень сильно чувствительны к боковому ветру. Валки это вряд ли, потому что, в принципе, центр тяжести меняется не сильно, верхушка она легкая довольно таки, но вообще, конечно, выглядит немножко чудаковато, я бы так сказал. Шасси Fiat Ducato, какой-то двигатель здесь, смотрю, стоит мощный, power написано. Это значит, наверное, не меньше 150 до 160 усиденных сил, 2,3, большие колеса. Ну, Concorde всегда будет в топе по и базовой комплектации автомобиля. Ну, давайте посмотрим. Вообще, как-то странно, смотрите, вроде Пёсель, да, и Concorde Compact. Не знал, что у них есть какая-то коллаборация по этому поводу. Наверное, Пёсель делает для Concorde вот эту модель и вот здесь она экспонируется, но, в общем, тащит, тащит Concorde своим высоким именем вот этот известный производитель Пёсель. Так, ну что ж, шасси Fiat Ducato, либо Citroën Jumper может быть, длина 5,40, да ладно, совсем, да, не может такого быть. Написано, да, 5,40, 2,50 ширина и 320 высота. Внутри высота может быть, да, ну, в принципе, нормально. Высота 2 метра 450 внутри, друзья. Очень высокий внутри автодом. Ну, масса 2820 килограмма. Ну, понятно, что он будет до трех с половиной тонн. Ну, и, собственно, цена 57 тысяч евро. Ну, блин, ну, под 100 тысяч будет стоить этот Вэн. Ну, где-то там 90 там плюс-минус. Надо, конечно, там, убрать налог. Ну, в общем, много чего здесь влияет на конечную стоимость. Поэтому, когда вы спрашиваете, сколько же будет стоить этот автодом в России под ключ, то это вопрос такой, знаете, дискуссионный. Надо считать, садиться. Ну, смотрите, в задней части внизу есть багажник. Вот он служит таким подиумом для санузла. Видите, как высоко над уровнем автомобиля находится биотуалет. Там, судя по всему, будет большой гардероб для вещей. Видите, можно туалетную бумагу повесить сюда. Ну, и здесь, судя по всему, душ. Мы убираем эту дощечку и, собственно, зашториваемся клеенкой вот этой и моемся. Ну, а здесь, соответственно, умывальник. За зеркалом скрывается шкафчик для умывальных принадлежностей. Можно и помыться, и умыться. Дверь, как обычно, будет такая, ну, как душевое, грубо говоря. Видите? Вверху мы видим, да, такой белый прямоугольник. Это как раз, вот, собственно, по этой речке и закрывается клеенкой все вот это деревянное, что лучше не мочить, друзья. Вот так все это выглядит со стороны распашных дверей. Сверху второй этаж. Ну, видите, просто окошко. Можно мыться под душем и смотреть вокруг, а вас никто не увидит через тонированное стекло. Ну, попробуем сейчас зайти внутрь. Вдруг там сейчас освободят пространство. Ну, что ж, идем внутрь. Здесь у нас еще могут ехать два пассажира на заднем ряду. Ну, помимо тех, кто сидит в кабине. Тут у нас, кстати, расширяется спальня, делается... Хотя, вы знаете, нет, по-моему, это просто ящик. Нет, просто ящик, друзья. Спальное место здесь одно получается, и еще спальное место вверху. Вот таким образом. полноценная двуспальная кровать, окна с обеих сторон. Очень хорошая отделка по бокам. Ну, я имею ввиду стенки, вот эти все, потолок. Все это хорошо проработано. Ну, тут, конечно же, будут небольшие узкие шкафчики. Ну, вот здесь вообще, конечно, высота огромная над головой. Не знаю, если так вот покажу. Ну, то есть тут может зайти человек, ростом в два метра. Конечно, может быть, он не поместится там в душе где-то. Здесь все где-то на уровне пояса, то есть чуть пониже. Стол, мойка, шкафчики для вещей, различные полки. Все, знаете, такое очень хорошо сделано, ничего не шатается, потому что вот когда в бен в дешевый заходишь, там прям вот начинаешь рукой шевелить, все вот такое, знаете, прям хлипкое. Здесь все прикручено, подогнано, без зазоров, четко. Ну, может быть, кому-то покажется, ну, так скажем, вот простоватым вот этот цвет, обивка. На мой взгляд, это очень практично и удобно вот именно пользоваться вот такими чехлами. Здесь ступеньки можно что-то положить, вообще здесь вот трубопроводы. Вот такой вот, собственно, Concorde Pesel на шасси Fiat Ducato. Получается, могут двигаться четверо, спать, ну, не знаю, трое как минимум, четвертый как бы по желанию. Такой вот, своеобразный. И там еще, кстати, своеобразные такие антресоли, можно туда что-то положить, на самом верху. Субтитры создавал DimaTorzok